Мессенджеры не хотят погоны в переписках Мессенджеры не хотят погоны в переписках IT-индустрия выступила против планов спецслужб по подключению к чатам пользователей-призраков 3. Коммерсант от 30 мая 2019 года 17.55 представителей ведущих IT-компаний, сервисов и правозащитных организаций опубликовали открытое коллективное письмо, в котором выступили против планов представителей спецслужб внедрять в групповые чаты и звонки пользователей в мессенджерах агентов-призраков Письмо стало ответом на озвученную в конце прошлого года инициативу Центра правительственной связи Великобритании который предложил таким образом выявлять подозреваемых преступников и террористов Сегодня несколько ведущих мировых IT-компаний, интернет-сервисов, правозащитных организаций и экспертов в области безопасности и права опубликовали открытое письмо, в котором выступили против планов представителей спецслужб следить за перепиской в мессенджерах Письмо, составленное на прошлой неделе, подписано А также учеными и специалистами из Колумбийского, Стэнфордского, Калифорнийского и других университетов и исследовательских организаций Это письмо стало ответом на предложение о начале общественной дискуссии, опубликованное в ноябре прошлого года Центром правительственной связи Великобритании Тогда технический директор Национального центра кибербезопасности Британии Ян Леви и технический директор Центра криптоанализу Криспин Робинсон опубликовали доклад на тему принципа обсуждения более осведомленного доступа к данным пользователей Ежегодный рейтинг свободы слова в мире в своем обращении специалисты GCHQ Выделили шесть принципов, которым должны следовать спецслужбы, пытаясь получить доступ к переписке или звонкам граждан, подозреваемых в совершении преступлений Так, авторы подчеркивают, что правительство уважает принципы тайны частной переписки и выступает за шифрование в мессенджерах А добиваться получения доступа к персональным данным пользователей можно только в случае, если этот способ получения информации будет самым безвредным из всех имеющихся вариантов ведения расследования При этом получение доступа к данным подозреваемых не должно развязывать руки спецслужбам стран и предоставлять им информацию обо всех пользователях IT, корпорации и правозащитные организации отметили, что все шесть предложенных принципов выглядит логично Впрочем, резкой критике подверглось практическое решение, которое предложили специалисты GCHQ Тайно подключать к перепискам пользователей и групповым звонкам представителей спецслужб Для провайдера услуг не составляет большой сложности незаметно добавить представителя спецслужб в групповой чат или звонок Обычно именно провайдер контролирует систему идентификации пользователей и решает, кто есть, кто и какие девайсы участвуют В чате или звонке Все пересылаемые данные остаются по-прежнему зашифрованными Просто теперь они становятся видны еще одному участнику беседы, говорится в докладе спецслужб В ответ на это представители IT-индустрии, правозащитники и эксперты заявили, что такие методы ставят под угрозу работу самих мессенджеров Предложение добавить пользователя призрака нарушает важные принципы соблюдения прав человека А также некоторые из принципов, которые были подчеркнуты в докладе самого Центра правительственной связи Несмотря на то, что специалисты GCHQ заверяют, что нам даже не придется применять методы криптографии для осуществления их плана Предложение с призраками несет в себе серьезные угрозы для кибербезопасности Оно грозит подорвать работу системы идентификации, введя потенциальные непредвиденные уязвимости и добавив новые риски злоупотребления системой Не менее важно, что оно подорвет принципы доверия двух пользователей друг к другу и прозрачности, которые были упомянуты самим Отмечают авторы письма, за что британские власти готовы блокировать соцсети Дискуссия о тайне переписки в мессенджерах обострилась после того, как в октябре прошлого года выяснилось, что после очередного обновления операционной системы iOS от Apple пользователи FaceTime получили возможность подслушивать и подсматривать за другими участниками группового звонка Незапланированная функция шпионажа появилась из-за ошибки в коде программы В результате компании пришлось даже на время отключить функцию групповых звонков в приложении А вот британские спецслужбы сочли, что тайное подключение к звонкам и чатам пользователей всевозможных мессенджеров могло бы стать прекрасным оружием против преступников, не навредив рядовым гражданам Ян Леви уже отреагировал на открытое письмо представителей IT, индустрии и правозащитников, заявив, что предполагается, что гипотетическое предложение всегда является возможностью начать дискуссию на эту тему Мы приветствуем ответ на наше предложение о том, как получать доступ к информации, которая позволит, например, остановить террористов Мы продолжим принимать участие в обсуждениях и переговорах со всеми заинтересованными сторонами для поиска наиболее оптимального решения, подчеркнул господин Леви Кирилл Сарханянц Продолжение следует...